доброе утро дорогие друзья для начала я хотел бы вам предложить сейчас соединиться со своими родственными душами ангелами хранителями и ангелами наставниками просто почувствуйте их рядом сейчас почувствуйте их рядом и скажите все 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 что вы переживали эти дни ваши тайны и переживания страхи выскажите им пожалуйста все и основе не которую вы могли испытывать тоже можете упомянуть и через две минутки примерно я начинаю как обычно а Продолжение следует... 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 положим руку на вторую чакру два пальца ниже пупка и скажем я признаю разум своего тела я признаю свое внутреннего зверя свой тотем и давайте расскажем я признаю все что есть внутри этого человека конечно же есть тот человек этот человек и там человек и тут человек везде а мы говорим пока про этого человека который в этом теле интересно да ощущение когда мы говорим я признаю все в этом человеке как будто вы в третьем лице говорите о себе я люблю этого человека давайте еще скажем чтоб три раза было я люблю этого человека я люблю этого человека теперь давайте войдем в состояние здесь и сейчас раскрыв пять органов чувств для этого зададим себе такие вопросы что я сейчас вижу что я сейчас слышу какие запахи аромата я ощущаю какие тактильные ощущения по всему телу я ощущаю сейчас какие тактильные ощущения по всему телу я ощущаю сейчас соберем все пять ощущений в одно ощущение в одно цельное ощущение и осуществим призыв к синему пламени азь есмь синее пламя свободы действий ныне во мне действий ныне во мне синее пламя свободы я растворяюсь в тебе все клетки все клетки моего созидания все клетки моего созидания дышат энергией воли таинство мироздания мне синее пламя открой на глубоко вдохните слаб возьмемся за руки друзья и скажем мы выражаем намерение активировать первую нить днк таинство луча нити я называю по очереди тоже слух говорите и чувственно и образно вдыхаете то что идет за словом вера вдыхайте в себя любимую любимую любимого вера божественная защита божественная сила как она проявляется для вас в вашей жизни божественная сила вспомните поразмышляйте когда казалось бы нельзя ничего сменить а почему-то раз что-то происходит и это меняется например божественная направленность конечно еще как количество именно require чтобы а по Продолжение следует... Продолжение следует... Бывало такое у вас? Ну конечно бывало... Продолжение следует... Путь предназначения... Продолжение следует... Все теории о том, что такое предназначение Пусть замолкнут на время... Будет отличное учение... Продолжение следует... Визуализируем там свет и любовь... В этой чакре... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этих молитвах... Мы... Прежде всего... Как вы могли заметить... Меняем себя... И... Привыкаем... Изо дня в день... Ходя сюда... На эти молитвы... Менять себя... Следить за своим развитием... За своим... Вспоминанием истины... Вспоминанием... Себя... Продолжение следует... А дальше происходит... Одна очень... Интересная вещь... Когда мы... Себя... Хорошо... Любим... Хорошо... Развиваемся... Следим только за своим развитием... Мы начинаем наполняться... И переполняться... Энергиями... Например... Мы переполняемся... Энергией любви... И... Происходит... Побочный эффект... Мы начинаем... Почему-то... Дарить ее... Другим людям... И... Трансмутировать... Темноту... Вокруг себя... Не пытаясь... Изменить мир... Не пытаясь... Суетиться... И так далее... Происходит... Все... Божественно... Это... Путь... Мастерства... Такой... Побочный эффект... Бывает... Многие эзотерики... Просто пытаются... Изменить мир... Спасти кого-то... Забывая о себе... А здесь... Путь мастерства... Не... Путь эзотериков... Ну... Таких... Из... 15-го века... Путь новый... Такой... Скажем... Путь мастерства... Когда... Сначала... Мы... Дарим... Себе... Себя... Любим... Так... Что... Мы... Уже... Переполняемся... А когда... Переполняемся... Там... Уже... Мы... Не можем... Не дарить... Само... Происходит... Я... Просто... Напоминаю... Вам... Так... Это... Вы... Наверняка... Знаете... Мантры... Лучше... Аум... Аум... Каждый... Поет... Так... Что... Вам... Наполнялись... Переполнялись... Лучше... Та... Поет... ек... ... Та... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть будет лад в каждой душе... Пусть будет лад в каждой семье... Пусть будет мир в каждой стране... Пусть будет мир во всем мире... Пусть каждый человек обретет... Миролюбие и все прощения... Все прощения... Научиться подавать руку помощи в трудный момент... И раскрывать свое сердце... Научите нас прощать, понимать и любить... 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 Верните нас вновь... К источнику мира... В наших душах... В наших душах... Давайте вдохнем, дорогие... Любимые существа... Ангелы... Вдохнем глубоко... Поздравим себя с этим... Мы принимаем дар мира в свое сердце... Мы принимаем дар мира в свою душу... В свою душу... Мы принимаем дар мира в свою осознанность... 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 благодарим искренне скажите космический луч странстве вселенной раскрой во мне тайны защиты безмерной я есть им присутствие я есть любовь я возвращаю божественность вновь спинки прямые у нас мы дружно вместе скажем взявшись за руки мы выражаем намерение активировать пятую нить днк отдыхаем танца луча нити по очереди космические странствия для познания ночью во сне наверняка вы уже активно используйте программир осознанное программирование состояния сна просите перед сновой сша я и наставников о чем-то заказывайте что-то внимательность внимательность ответственность ответственность дурки и мои горит архангел михаил вы принимаете душ ответственности ежедневно душ ответственности за свою жизнь свою судьбу за свои близкие отношения с родными это все вам доступно также как вода физического душа применяйте также часто как вы умываете свое благословенное тело спасибо михаил хороший образ немножко необычный правда здорово что для вас ответственность раз переключаю как будто фазу я ответственен раз это включилось и вот я уже смотрю на мир другими глазами совершенно другими и чувствую себя более полно и мобильное и собрано да как у вас происходит можете кстати написать потом в чате вот сапа об этом кто хочет свой опыт об ответственности да это очень важное задание я имею ввиду для тех кто имеет такой урок ну почти все мы имеем такой урок ответственность допустим собака сильно заварила я начал на нее как бы это бочку катить эго своем в уме такой стоп 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 а как можно здесь применить ответственность она спасет меня да такое я ответственен за то что излучаю сейчас гнев вот я это ощутил это я ответственен а она просто катализатор что мне показывает еще не пройденный урок чтобы я еще больше стал ответственным и вспомнил что я ответственен за все за все излучения которые я излучаю я испытываю неприятные ощущения от собаки но я же ответственен за то что я решил испытывать их то что так реагирую внутри себя например ну такой маленький пример может быть эту тему можно бесконечно развивать да давайте остановимся на этом дальше пойдем уместная активация тела света меркабы да и доверяя интуиции чтобы то ни было вдыхаем эту активация тела света визуализируем цвету любовь соединение с высшим я чакра за есмь это высший чакры христосознания которая высшей чакры макушечной и вот это чакра соединение с высшим я чакра за есмь она над макушкой вторая по счету получается там визуализируем света любовь доверяя полностью внутреннему видению я чакра визуализируем это не Продолжение следует... 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 и терпимости понимания и осознанности осознанности чистоты планеты все эти образы отныне отражает правитель нашей страны стран мы любим наше правление света мы благодарим наше правление света нашей стране странах и благодарим за деструктивные уроки которые она про подносила нам как катализатор можно добавить кто хочет мы благодарим наше правление благодарим 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 кто хочет высказаться скажите пожалуйста что вы чувствуете по этому поводу направление света может быть какие-то вас двоякие ощущения эмоции а может быть наоборот очень светлые образы которые как будто мы из будущего пришли или что-то еще что-то еще другое кто хочет напишите пожалуйста может быть архангер рафаэл развеет сейчас некоторые сомнения если есть по этому поводу расслушивание на канале с утра я вот читал материал ра там ра говорит что в нашем измерении в нашем нашем пространстве уроков нужно обязательно деструктивное правительство это чуть ли не самая главная платформа для возникновения возникновения деструктива и только таким образом нас осуществляется выбор тьмы некоторых личностей что обеспечивает полноту полноту выборов на планете свободного выбора я так по-своему говорю как вижу образе то есть не обязательно наше правление всех стран должно быть конструктивное и просветленное даже наоборот чтобы был был возможность выбирать негатив из и проходить уроки страдания по выбору свободной души нужно желательно не очень просветленное правительство это говорит ра из шестого измерения по материалам ра ра это группа такая которая по единстве говорит закон одного у них книга есть вот у меня возникает некоторые сомнения вот мы читаем эту молитву да и казалось бы мы хотим накладываем образ просветленного правительства на то правительство которое сейчас у нас имеется на момент сейчас в этой уровне осознанности как бы мы хотим лучшего не накладываем светлый образ на а вот мархангер михаил горит это та же самая работа что как вы накладываете как некоторые целители накладывают и мечтают то здоровом органе здоровом человеке например физическом смысле видео больного и это работа просветленного мастера это ведет вас к торжеству духа это не то чтобы обязательно увидите правительство при своей жизни просветленное это не имеет для вас никого значения на самом деле вы проживаете свои жизни пользуйтесь всеми инструментами негативными и позитивными но вот здесь вы пользуетесь платформа для возникновения этой медитации для возникновения намерения для того чтобы стать в творчестве коллективном творчестве вашим более просветленными и возьмите магию торжества духом и это такая вот светлая работа нам нужно вашему коллективу и правлению света тоже нужно то есть там допустим структуры определенные воюют за душу правителя каждый день с утра до ночи и кое-кто побеждает иногда иногда другой неосознанность или осознанность назовем это так осознанность и неосознанность вот эти две энергии они каждый день приходят правителю стучаться в дом так он тоже имеет живет на плане свободного выбора он имеет право выбирать какой следовать какой подчиняться несколько убрать за руку чтобы идти принимать с ней решение силы и вы как бы добавляете возможности и выборы более конструктивные более присущей вашей природе вы как жители этой страны имеете право высказывать и и давать возможности выбирать то что вы хотите правительство и шло за вами в частности по крайней мере каком-то уровне роме пишет не надо уже государств единое правление света к этому человечеству придет рано или поздно и может быть одни из тех кто позволит этому существится более планомерно более гладко и мягко и в своей реальности вы уже меняете это посредством таких такого рода молитв и действий это все об этом много об этом есть в учении кима майклса до универсальный путь там говорится в несколько ином ключе деструктивные правителей отражают только низкое состояние сознания народа к тому же это все падшие существа ну что все падшие существа не соглашусь что все правители падшие существа нет я не соглашусь с этим а с тем что действительно отражает это тоже я могу согласиться лично отражают обычно как бы самый большой сгусток осознанности даже если это очень низкий уровень осознанности в этой стране правитель отражает именно самый большой сгусток усредненный скажем уровень народа он отражает как личность да конечно это так ну вот у работники света могут увеличить светимость опосредованно то есть смысле влиять на правительство опосредованно меняя во первых свое окружение меняя свое пространство представляя других людей чтобы как можно больше людей приходило к свету и источало свет и тогда усреднение уровня сознания народа будет потихонечку повышаться но она уже повышается штука людей светлых друг друга пробуждает взаимопробуждает взаимопробуждает там сям везде и повсеместно по разному совершенно разными способами и тогда правитель подстраиваться под возносящийся средний уровень усредненный уровень осознанности массы в этой стране кроме тех случаев когда идет еще дополнительная поддержка как у нас стране с путиным сил света и всего я этого человека когда еще дополнительно поднимается в осознанность правителя по крайней мере в принятии решений по поводу мира и войн то есть допустим наш правитель он уже ему не интересно вообще с кем-то бороться вообще это ему не нравится раньше нравилось может быть начале двухтысячных или в конце девяностых а сейчас уже нет чек изменился благодаря высшему я из семи экстрасенсов но это тайная информация можно менять призывами к высшим реализую свою свободную волю до реализую свою свободную волю если это не затрагивает свободный выбор других граждан которые хотят может быть совершенно противоположного это не затрагивает их священный свободный выбор тогда конечно же это не кармически обусловлено и этого блага но здесь надо помнить об уместности сколько это уместно потому что мы живем на планете свободного выбора и каждый все время выбирает куда ему идти сам и мы не имеем права делать выбор за другого иначе это как карма кармически обусловлено такого планета эксперимент на ней здесь достаточно чувствовать все то есть можно много чего читать да еще лучше это чувствовать с собой вот как вы лично считаете в ваше личное видение там я даже какие-то наставники что-то говорят то я говорю я понял вас может быть это более высшая точка зрения но я пока таких вещей не вижу я не согласен пока может быть через несколько лет я пойму о чем вы говорили иногда и даже так я чувствую действительно по-своему немножечко пока но потом конечно все равно приходит к тому что они говорили все равно я понимаю что они были более у них сверху точка зрения шире видит видит но это бывает через несколько лет и это нормально абсолютно именно так и надо только что это вопрос в том что насильно ли я ну смысле не носил улья другие точки зрения пытаясь внедрить свою точку зрения я надеюсь с вами так не поступаю буду поступать скажите у каждого своя точка зрения должна быть уверена и точно да если на силу вы мне скажите обязательно давайте скажем все что сейчас говорил это моя была точка зрения у вас должна быть вы как бы слушать и одним ухом а вторым ухом слушайте свое сердце можете делать так так что по поводу политики и правительства я больше не буду я надеюсь это последний раз когда я об этом разговаривал потому что из-за этой теме ссориться сильно быстрее всего люди кто кого-то он поддерживает хорошие добрые люди семь лет жили а потом перессорились узнав что оказывается голосовали за противоположных людей или они считают противоположные вещи по поводу там каких-то законов так что я постараюсь больше не нет больше не трогать эту сложную эмоциональную тему политики грязную тему вообще политика очень грязная вещь такая не обсуждать если не хочешь поссориться с кем-то я это по опыту знаю не не теоретически а по опыту кстати это даже ведических писаниях говорится об этом да ладно надеюсь мы останемся все равно друзьями несмотря на то что еще не сказал про правление свет это была субъективная точка зрения теперь давайте пойдем дальше молитва земли матушки тоже слушайте меня одним ухом а остальным ухом другим то есть ухом сами по-своему слушайте себя и говорите от себя я люблю вас земля матушка и небо батюшка я прошу вас земля матушка и небо батюшка вы простите нас детей ваших любящих примите от нас наше извинение любовью очистим все загрязнение любовью очистим все загрязнение мы вас наполняем огнем любви мы хотим очищение всей земли и мы вместе с вами мы любим вас и вас наполняем это любовь что вам посылаем посылаем вы ее принимаете в себе растворяете с ее помощью себя очищайте и и и и и и и и и Да благословится имя Твое в лучах света и славится во веки. Да благословят Тебя небеса и всех творений Твоих чудеса Вдохните глубоко. И теперь у нас молитва по очистке земного пространства. Мы сегодня очищаем Черноморское побережье Краснодарского края. Я душа земная, свободная по воле и выбору своему. В соответствии с законами гармоничного развития и свободного воли изъявления являю свой выбор и прошу Творца Всемогущего и всех Владык Вселенных Миров. Очистить пространство земное побережье Черноморского Краснодарского края. Внутреннее и внешнее. И наполнить гармоничными энергиями. И передать бразды правления великой силе света любви вселенской. Чтобы воссиял в пространстве том земном и водном и столько свет и очистились сознание души сущности всех там. Пусть чистый свет да любовь заполнит пространство земли матушки. И свершится переход всех сущностей населяющих ее. Четвертое измерение. Шестую расу развития. Во имя Единого Отца Божественной Матери. Сына и Святого Духа. Ам. Инь. Слава Роду. Во славу всех владык лучезарных творений и света и любви. Слава Роду. Во имя Азьесима Христа и Матери Марии. Всеми нелюдском и сознании. Во имя Азьесима Христа и Матери Марии. Вдохните глубоко, расслабьтесь. Любимый Создатель Силы Света. Архангел Рафаил и Дева Мария. Обращаемся к вам с чистыми помыслами и намерениями. Попросите помощи сотворить светлый образ божественного образования по всей земле. Вдохните глубоко. Учителя наши земные мудрые души. Пришедшие на землю чтобы передать свои знания, опыт, навыки и умения своим подопечным. Силы Света помогите всем учителям земли сохранить спокойствие духа. мудрости души, таланты, дары и перетворить их миссию в жизнь в полном объеме. Пусть каждый учитель во всей уместности станет просветителем, вдохновленным своим божественным Я. помогая всем ученикам найти себя, свое место в жизни, вспомнить свои главные задачи на земле. Божественные силы Света помогите всем ученикам и студентам обрести все те качества, уместные для их развития, и помогающие им в осмыслении нового. Пусть вдохновение, энергия, творчество осветят их путь. Пусть они найдут себя, свое место в жизни и уникальное предназначение. Да будет так. Аминь. Сегодня у нас шла речь об ответственности очень хорошо. Шла речь о том, что у нас у каждого свое мнение, и оно должно быть своим. Несмотря на то, что нам кто-то что-то говорит с другой позиции, с другой точки зрения, все равно у каждого должно быть свое видение, свое чувствование. О чем бы вы еще хотели поговорить или, может быть, углубить эти темы? Хотите описать свой опыт, может быть, в этих вопросах? Очень важен опыт, очень важен опыт, не таить его. Нерри говорит, ответственность часто воспринимается как груз, а почему? Ну тогда и ответите, почему тогда. Слишком много. Потому что, смотрите, мы взяли не свою ответственность на свои руки, и нас нет возможности брать свою. Ну все, уже руки заняты. На работе мы несем чужую ответственность. Это не наша ответственность за нашу эволюцию, за эволюцию души. Некоторые даже домашние дела тоже мы чужие взяли. Вполне могли бы некоторые родители, ну конечно, очень мудро передать ответственность, делегировать другим членам семьи, в том числе и детям, если им такая сфера интересна, делегировать некую ответственность, которую они выполняют, думая, что только я смогу. Я только смогу, это же гордыня. Не надо доверять другим людям, они тоже могут это. И даже где-то лучше, чем вы. И как делегировать ответственность детям, например, Стив, Стивен Кови хорошо описывает. Именно так, чтобы детям это нравилось еще. Не то, чтобы на, иди делай все, я сказал. Нет, чтобы им нравилось. Ну, есть и другие, конечно, варианты. Вот, то есть отдать ответственность Васе и Васе, Пете, Петину ответственность отдать, не делать за них дела. Может, это особенно касается трудоголиков, так называемых. Ромя пишет, вчера взяла ответственность за состояние матери, не вызвав скорую, а призвала архангела Рафаила. Ну, здесь надо чувствовать, может быть, у Вас и была такая ответственность, чтобы сделать так с этой стороны, а со стороны материально, на помощь вызвать скорую, несмотря на то, что еще и Рафаил. То есть он же, смотрите, ведь некоторые болеют только потому, что они хотят болеть. А тогда архангелы приходят, они ничего не могут сделать. Человек не хочет выздоравливать. Он, то есть, хочет, например, внимания. Он хочет, чтобы там... Ну, какие-то выгоды такие подсознательные, которые, конечно, не видны ни ему сознательно, ни вам. Тогда призыв каких-то архангелов или сил, он ничем не поможет. Человек сам не хочет этого. Больной человек сам не хочет выздороветь. Ну, я думаю, Вы это все знаете, это простые вещи. Ну, там скорая, конечно, может обезболить. Человеку дано будет еще время выйти. Ну, да, сердечный приступ, он может быть, конечно, не из-за того, что человек хотел этого. Просто потому, что... Ну, из-за разных причин объективных вполне. Да, тут, конечно, надо чувствовать индивидуально все. Здесь очень все индивидуально. Ну, здесь, опять же, интуиция. Где ответственность ваша, а где чужая, где Вы взяли. Опять же, нужна интуиция. Тут какие-то внешние эти советы в виде слов особо не могут не помочь. Мне так кажется. Чувствовать. Женщины могут очень хорошо чувствовать, и это моя ответственность была, а где не моя. И вот тогда, когда мы отдадим ответственность чужую обратно в руки владельца, у нас высвободится место для того, чтобы вернуться к своей ответственности. Своя ответственность, она может быть, во-первых, за реакции, как реагировать, чтобы быть неведомым посредством постоянного однообразного реагирования раздражителя, а осознанным. Вот такая ответственность вообще очень важнейшая, может быть, взята обратно Вами. Представьте, что, вот такой образ подарю, представьте, что вот с детства нас воспитывали, ну, допустим, если брать школу, детские садики, воспитывали в определенном русле. Брать чужую ответственность и не брать свою ответственность. Потихонечку, помаленечку, несколько десятков лет мы так воспитывались. И у нас такая тенденция возникла, очень-очень долгое время возникала, такая привычка, и мы по инерции продолжаем делать все те же самые вещи, использующих энергии. И представьте, сколько труда мы потратили, чтобы предать свою ответственность в какой-то мере. Сколько сил было туда вложено, чтобы научиться предавать. И представьте, сколько нужно, чтобы эту привычку устранить. По-моему, не меньше сил столько же десятков лет. Не считая того, что, правда, сейчас энергии каждым годом усиливаются и все вещи быстрее происходят. Ну, тогда, конечно, может быть и года хватит. Чтобы старую инерцию, брать чужую ответственность и не брать свою ответственность, устранить эту инерцию, прекратить так делать нужно, может быть, уже годик. Может быть, только таких осознанных состояний, осознанных практик. Или медитация, или как, или что. Может быть, чтение книг достаточно будет каких-то. Или просто самонаблюдением, размышлением, выединением. Может быть, достаточно будет. Может быть, женщинам чаще достаточно выговориться подруге, выговориться кому-то или выписаться. Ну, выговориться, имеется даю тексты, на голос, как угодно. Выговориться мужу, чтоб только он не пытался спасти, а просто молча слушал, попросить. И бывает она все, она уже инерцию прошлых энергий предотвращает во многом. Видит источники и изменяется. Ответственность может не только освободить, но и сковать по рукам и ногам. Но мы говорим о настоящей ответственности, а не об иллюзорной. Иллюзорная ответственность может сковать по рукам и ногам. Или, может быть, мне кажется, еще даже если смотреть, что вы взяли свою реальную ответственность, со своей руки, вы начали реагировать более осознанно. Вы, прежде чем гавкнуть, на вас гавкнула собака, вы, прежде чем гавкнуть в ответ на автомате, вы делаете паузу, считаете. Раз, два, три, четыре, пять. И почему-то эмоции за семь секунд посчитали, почему-то исчезли. Вы уже не хотите гавкать в ответ. Такая ответственность, да? Ответственность, реакция, проактивность, проактивное поведение. И если вас это напрягает, то есть сковывает по рукам и ногам, то кого вас сковывает по рукам и ногам? Вас ли это сковывает? А может быть, эго, привыкшее развлекаться и жить во внешней действительности? Может быть, просто усмиряет эго такая ответственность? Немножечко его затормаживает. Так это может быть и хорошо. То есть, кого сковывает при этом? Кого у вас? У вас сколько личностей живет? Вот кого из них оно сковывает? Того, кто привык отвлекаться от саморазвития на внешние всякие развлечения? Да, сковывает. Конечно, сковывает. А как иначе? И будет сковывать, еще сильнее будет сковывать ответственность. Но вы тогда, если и так не делаете, то к просветлению не вернетесь. К состоянию мастера вряд ли вернетесь. Мое мнение, личное, субъективное. Подумайте, как по-своему на своем языке об этом, конечно. А вот хороший вопрос. Как почувствовать, где моя ответственность, а где не моя ответственность? Хорошенький вопросик. Видимо, здесь я вам сильно не подскажу. Я об этом не так много размышлял. Может быть, сами предположите, как и напишете. То есть, как почувствовать, где моя ответственность, а где не моя ответственность? Хорошенький вопросик. Я думаю, если вы чувствуете интуитивно, то можно интуицию также применять к этому вопросу. И также здесь попытаться определить с помощью интуиции. Может быть, достаточно понять, где у вас возникает улыбка, радость, а где антиулыбка возникает. Ну, значит, там не ваша была ответственность во втором случае. Ну, самое простое, как я делаю. Когда берешь ответственность на свою руку, по-моему, ты увеличиваешь в себе все энергии и чакры расслабляешь. А значит, возникает улыбка внутренняя. Возникает некое состояние умиротворенности, спокойности, бессуетности. По-моему, так у меня, по крайней мере. Можно порассуждать об этом еще. Роме пишет. Ответственность часто мешает принятию, а также радости внутреннего ребенка проявляться. Ну, если тут через чур серьезно к этому относиться, тогда, конечно, мешает. Естественно, это перегибание палки в другую сторону. То есть, допустим, у вас не было целый день вчера никакой вообще ответственности своей. Ну, вот у меня, допустим, не было, допустим, ответственности никакой. Потом я такой прочитал про ответственность и начал с утра до ночи, в следующий день прям так напрягать себя ответственность. Ответственность. Что аж. Ребенок пришел, я с ним не радуюсь. Гулять хочу, я не иду. Никогда. Я ответственность не работаю. В душу идти даже, время нет там, то это делать уже не охота, апатия возникает. Но это дуальность, это маятник сначала качнулся в одну сторону, а потом в противоположную. Это крайние позиции максималиста какого-то. Наверное, надо как-то серединный путь найти, как считаете, чтобы и прыгать, и радоваться, и быть радостным как ребенок, и в то же время ответственным как взрослый. Или как вы это назовете, я так могу только сказать пока. Ну, я такой, такой ход размышления, по крайней мере, имеется у меня. Как вы это воспримите? Помедитировал 10 минут на ответственность. Пошел, поработал физически 10 минут, потом еще сколько-то там часик, пошел внутренним ребенком, занялся своим. Потом часик пошел, помедитировал, полежал, поспал там. То есть, ну так вот, распределение времени существует же такое понятие. Не все же заниматься одним видом медитации. Это же просто надоест потом. Ну, опять возвращаемся к серединному пути, к золотому пути какому-то. К золотому, да, к серединному пути. Мастеру надо каждую минуту ходить по лезвую бритве? Нет, конечно. У нас была информация сверху. Я ее очень долго пытался понять, насколько она правдива, но она звучит в голове так четко и ясно, что верить верю, а в жизни я пытаюсь заметить. Значит, такая информация в жизни дается деструктиво каждому 10% из всего времени. Вот этих вот, вообще уроков, вот скажем так, уроков, то, что человек напрягает, напрягает человек уроки. Правильно? Все называется это уроки. Нет ничего, что напрягает, кроме уроков, реально. Только уроки существуют. Все остальное, внутренний ребенок бежит и радуется. Нюхает цветочки и пишет стихи. Творчеством занимается. Или чем-то еще радостным. А вот 10% времени дается от Вселенной, от Высшего Яя, от наставников уроков. Так вот. Мы берем такой человек из старых энергий, привыкший. Ну, мы все из старых энергий вышли. Все взрослые, я имею в виду, вышли из старых энергий. Что берет с этими 10%? Он берет и раздувает их до 90%. Начинает обмусоливать каждый. Вот это все прям. Вот ему урок вот пришел, он пошел в магазин. На него обматерились там. Обматерились, послали и, может быть, по голове стукнули. Деньги отобрали. Вот это урок такой. Все. Он должен его простить, человека. Ну, или, к примеру, там не деньги отобрали, например, но это самое. Какой-то человек встретился, с которым Вы не хотели бы встречаться. Он еще какие-то туалетные темы пошутил, может быть. Или какую-то всякую фигню Вам наговорил. Вы его 10 лет не видели и не видели бы дальше. В магазине нечаянно встретились. Все, весь, все настроение на смарку, все возвышенные медитации, все мысли. Какие-то на его темы перешли. Он все-таки старый друг. Ну, к примеру, такой вариант, да. Это, сколько это может длиться этот урок? Ну, час от силы, час максимум. Человек должен во время этого урока, по идее, мастер, здесь сейчас, прибывающий реально здесь сейчас, должен работать с тем, что прямо сейчас возникает. Не с тем, что было минуту назад, а с тем, что реально сейчас возникает. Человек говорит сейчас неприятное слово, вы прямо с этим прощаете, прощаете его там, или благодарите, благодарите, или посылаете ему любовь. Все, потом прошло время этого урока, он ушел, убежал, вы покупаете там фрукты, овощи. Все, урок закончился. Все, берите, наслаждайтесь яблочком. Все, прошлое исчезло, прошлое сгорело, все. Вы урок прошли, простили, но если не простили, еще там несколько минут попрощаете, до свидания, благодарю, он уже ушел, вы как бы с фантомом еще пообщались немножко. Но все, когда полностью вы здесь сейчас, вы быстро этот урок прошли. И вы переходите на другую гибкость, у вас возникает гибкость. Вы переключаетесь на вот там, какая-то там девочка пробежала с бантиком красиво, вы отвлекаетесь на образ, который именно сейчас у вас. Вот у вас внутренний ребенок опять восстанавливается, восстанавливается. Вот он еще там 30 минут восстанавливался. Вы едете домой и вы не вспоминаете вообще об том уроке, опять находясь здесь сейчас. У вас там, например, какие-то гости позвонили или его подруги позвонили. Там рассказывайте, как что-то там произошло. Вы уже забыли вообще о том человеке, забыли о том, что он неприятный, некрасивый какие-то вещи говорил вам, или что-то еще. Все, весь остаток дня вы живете уже совершенно в других вибрациях. Может вечером будет еще один урок какой-нибудь. Может быть днем был еще урок на 30 минут, допустим. Три урока по 30 минут было. Каждый раз вы быстро их проходили, забывая тут же их. И получается 10% осознанного дня у вас были уроки. 10%, ровно 10%. Высшее Я вас напрягать не собирается и не хочет. Бог тем более. Бог, Высшее Я и Вселенная. Все, все вот духовные энергии вас напрягать не собирались и не собираются и не хотят. Не для этого жизнь создана. Для того, чтобы 10% уроки проходить, так скажем, развиваться через сложности и катализаторы. А 90% времени радоваться жизни. Жизнь создана для радости в этом измерении. И позволять любить вас Вселенной и Богу через пять органов чувств. Если вы еще в трехмерной реальности живете, позволять любить себя Богу через пять органов чувств. Пока вы еще здесь. Все остальное время. И это такая была притча просто, что там один ученик какой-то на востоке и гуру и учитель. Они, значит, куда-то паломничество совершали. И они были монахи, они с женщинами не имеют права общаться, чтобы не думать о вожделении. В общем, и там была какая-то женщина красивая. И она там плакала что-то и попросила их перенести через ручей какую-то, через веку. Ну, а монахам же нельзя. Этот, ну, ученик сказал, нет, нам нельзя. А учитель говорит, если, ну, на момент сейчас такая ситуация, значит, надо помочь. Ну, что-то такое. В общем, он взял ее и перенес через ручей, поставил, и дальше они идут. И этот загруженный идет ученик, все время думает об этой женщине, что они же монахи, они не должны были, учитель вообще не мог этого сделать, по идее-то. И он говорит учителю через какое-то время, слушай, я вообще-то не могу понять, что ты же не должен был это сделать, ты же учитель, гуру, мы же монахи, нам нельзя дотракиваться до женщин. Он говорит, я дотронулся, перенес и забыл, а ты до сих пор ее несешь себе, эту женщину. Как-то так он сказал. То есть, я кратковременно взял, дотронулся до женщины, а ты еще всю дорогу ее, до нее дотрагиваешься, идешь. Типа это. Урок был ровный, там, пять минут у него. Все, а дальше он уже забыл об этом. Что-то о гибкости говорит, вот здесь сейчас. Находясь здесь сейчас, ты становишься гибким, мобильным. То есть, ты реагируешь на ситуации только, которые актуальны сейчас. То есть, решать проблемы по мере их поступления. Такая фраза еще есть. Вот это мастерство. Так что, ходить каждую минуту полезную бритву, это никакой дурак не станет. Ни мастер, ни полумастер, никто. Мастера, они радуются жизни, и как дети малые. Просветленные мастера. У них радость идет. Тихая радость изнутри все время. А уроки возникают, они даже, знаете, вот нам еще мать Мария говорила, что то эти даже уроки, которые 10% нам в СШЯ спускает, для того, чтобы мы это не стояли на месте, не привыкли стоять на месте, а развивались. Чтобы у нас был мотив искать СШЯ, мотив искать частоту и так далее. Ну, если так, в общем, то эти вот уроки, 10% времени, которые нам даются, которые не надо бы разрастать, они вообще незаметны могут быть. Они могут происходить на полном автомате, если человек слит с природой. Вот человек, если живет на природе, то уроки становятся вообще практически незаметными. Так мать Мария такую нам говорила в одиннадцатом году еще, кажется, удивительную вещь. Мне показалась она правдивой. Ну, конечно, в городских условиях все заметно, там такие энергии жесткие. А в мягких, божественных природах, в конструктивных энергиях природы, там так все энергетически составлено, и если человек с этим дружит всем, ну, сами понимаете, как все может быть по-другому. Поэтому я вот продвигаю некоторые идеи и практики общения с природой, соединения с природой. Мне это в детстве давало колоссальный рост, мотив вообще жить. Без природы я бы не захотел жить. Да, это очень сложно. Без таких энергий. Кажется, все слишком сложно. Все слишком. Кажется, что ты в городе живешь, вот даже у тебя нет растения на подоконнике, если. И воздух в окне не очень свежий. То такое впечатление, что все очень сложно. У кого так? Напишите. Что как будто ты ходишь по лезвию бритвы каждую минуту, да. Я не против городов, но просто это уже старая форма жизни. Старая форма, старый образ жизни, городской образ жизни, это уже образ жизни эпохи рыб. Он пришел, возник в эпоху рыб и должен исчезнуть. В эпохе водолея он должен как бы это сводиться в ноль, к нулю. Может быть через тысячу лет он сведется к нулю. В эпохе водолея. Сейчас все на природу идут и пытаются почувствовать энергии, которые стоят за природой. В природе находятся. Вот. Достаточно, ну если, короче, вы городской жители, пока нет возможности переехать на природу жить. Естественно, нужно какие-то там пройти вехи в судьбе и в жизненном пути своем. У вас выборы в сторону там работы, вхождения в офис, может быть встречи с некоторыми людьми и сатсанги и всякие там семинары у вас, которые возможны только в городе. Естественно, это понятно все. И очень смелые души, раз у вас такие, такое предназначение высшего яруса на ближайшее время, по крайней мере, жить в городе. Это смелые души и это лучшими силами считается, как очень смельчаки такие, которые просто, ну знаете, вот Анастасия, мастер Анастасия Вознесенная, она живет на природе. Она родилась там, жила там и в городе была два раза, и то очень ненадолго. И она говорит, что я бы не смогла так вот, как мы. То есть мы вот такие вот светлячки, которые имеются в виду, которые еще пытаются осознанность возвращать. Живя в городе, тем не менее, у нас это получается, это вообще высший пилотаж. Ну, единственное, что мне так не нравится, я уехал из города. Мне как-то высший пилотаж немножко другой, я считаю, у меня. Но вот те, кто в городе решил саморазвиваться, и у них это получается, и если у них это реально получается, это высший пилотаж. Есть чему поучиться, и мне, и другим. А те, кто родился на природе, жил на природе, стал проститленным, это очень все просто. Слишком просто стать проститленным. Ну, естественно, если ты там медитируешь как-то и общаешься с энергией, а не просто как потребитель живя на природе. Имеется в виду осознанно живя, чувствуя энергии. Вот именно такая жизнь на природе. В городе ты свободен, в селе каждого рассматривают под лупой общественного мнения. Все не так однозначно. Ну, я вот живу в селе, ну, тут есть, конечно, свои минусы определенные. Я говорю не про село природы, я не считаю село это природы. Село это микрогород такой, микроматрица. Она здесь, конечно, матрица такая деструктивная, поменьше гораздо, на порядок поменьше, чем в большом городе. Ну, реально на порядок поменьше и здоровье больше. Но все же это не природа. Природа это когда вот нет матричных эгрегоров, хотя бы вот этого нет. Желательно нет всяких вай-фаев, сотовой связи желательно, чтобы не было. Вот поединение с природой там особенно я чувствую реально все эти энергии других измерений. И реально, что я не замечаю уроков. То есть, ну, они проходят проще гораздо на природе из-за таких энергий, из-за того, что ты... Из-за того, что, скажем, твои ДНК не отвлекаются на техногенные волны и излучения. Они сосредоточены только на природных волнах и излучениях. То есть, каждая вещь сотворил некий разум. Если сотворил пластик какой-нибудь... Человеческий разум, то кустик и травинку сотворил высший разум Бог. Соответственно, я общаюсь с природой, я общаюсь с Богом через его творение. Потому что, если вы берете мышку, а там написано Made in China сзади, вы общаетесь по сути с Китаем. Ну, если вы прям берете и общаетесь, конечно. Можно же не замечать этого же, это высший пилотаж и не замечать этих всех волн. А если прям замечать их, прям вот входить в поля, то вы общаетесь с Создателем каждой вещи. Я надеюсь, вас не испугал. Все-таки это очень важный урок, который нужно пройти, а не убегать от него. Я тоже не убегаю от компьютеров, от Wi-Fi. Вот у меня же с Wi-Fi я сижу, ничего, нормально. И даже это, даже куда я медитирую. Вот мы сейчас медитируем, несмотря на то, что у нас Wi-Fi, сотовая связь и так далее. Мы перекрываем высшими энергиями. То есть наше чувствование, оно, я считаю и чувствую, у меня, по крайней мере, перекрывается более натуральными, естественными, конструктивными энергиями. Поэтому вот так важна медитация для городских жителей. В частности, поэтому, я считаю. Потом говорить о природе, как жизнь в селе, это не совсем верно. Жить на природе, это, допустим, вы взяли участок земли вне села, вне населенного пункта. В эко-поселении, допустим. И сотворяете свое пространство в любви. Сажаете все, что вам нравится кушать. Сажаете, сажаете именно то, что вам нравится. И с любовью сажаете. Поэтому там растения определенные вам, именно лично вам отдают соки и энергии, которые из космоса принимают лично для вашей личности. Согубо индивидуально, такая индивидуальная консультация. Вот вы посадили кабачок. Я кабачки люблю, просто говорю о них с любовью, да? Прошло три месяца, там вы кушаете этот кабачок, и вы получаете гигантское послание от всех архангелов, когда кушаете. То есть общение с выращенным своими руками, если что-то выращиваете своими руками, это ченнелинг. Причем образно, энергетически, без слов. То есть приходит в состоянии. Лично под вас, если вы посадили, лично под вас приходит. Если, допустим, вся семья сажала, то для всей семьи, там, этот кабачок старается из космоса информацию принять. Во-первых, ответы на ваши переживания. Потому что, когда вы сажаете, вы же дотрагиваетесь до семечка. Семечка чувствует, что вы на момент сейчас о чем переживали, чего боялись. И делая вам пользу, желание, желание помочь, оно берет из космоса нужной энергии, не хватающей у вас, чтобы развеять эти сомнения, страдания, страхи. И ответы, какие-то подсказки дать. Но без слов, еще раз говорю. Это когда человек сам сажает что-то, да, и кушает еду, да, которую сам посадил. Другое общение с природой может быть просто, вот вы босиком ходите или вдыхаете ароматы эфиры, эфиры и эфирная энергия. Вы вдыхаете ее, прану вот эту. Вы общаетесь со стихиями, с солнцем, там, с небом. Вот в городе, в принципе, минимально это можно делать. Но максимально это достигается не в городе, не в селе, а в экопоселении или даже вообще где-то на пустыре. Просто человек, общественный человек, он не может один жить, поэтому все идут где народ. А народ в городе. Народ идет к народу. А если взять экопоселение, там тоже люди магнитятся, примагничиваются по определенному состоянию или образу жизни. Просто можно посещать, ну, на протяжении, ну так не спеша, может быть, некоторые экопоселения, которые есть в вашем регионе. Просто приехать в гости, они обычно все рады гостям экопоселения разного типа. Сейчас, в основном, экопоселение, состоящее из родовых поместьй, популярные чаще всего. То есть, поселение родовых поместьй такое-то, благодатное. Вот, например, вчера я встречался с человеком из Благодатного, из Новосибирской области, есть поселение Благодатное, самое старое. Там 30 человек уже зимует, это 100 с чем-то человек живет, но зимуют не все, зимуют не все там. То есть, на постоянном месте жизни там 30 с чем-то человек уже. Это достаточно много для экопоселения в поле, там ни деревни, ничего рядом нет, вблизи все. И там у них это Обское море, на побережье Обского моря вообще красота. У каждого по гектару земли, ни много ни мало, там у них у каждого пруд почти. Те, кто живет, пруд свой выкопали, как хотели, где хотели. Свой лесок сажают для внуков и детей. Свой сад, свой огород, кто любит огород, хотя огород не обязательно. Ну, огород они там хитрые все, что был сам Рос. Они минимум усилий хотят прилагать обычно родовые помещики. Так, чтобы пермакультура называется так, чтобы все само росло. Вот, к примеру, вот такой вид общения с землей и образ жизни, природный образ жизни. Я бы приветствовал больше, чем сельский и деревенский. Село и деревни, это, конечно, есть немножечко из старых энергий. Немножечко похоже чем-то на город, если это большое село. Вот мы в большом силе живем такой. Ну, потому что здесь место силы хотя бы поэтому сюда переехали. Но, может быть, я мечтаю бы о более уединенном образе жизни с природой. Ну, моя работа, она просто связана с интернетом. Вы описываете дачу там в состоянии суеты из-за огромного количества работы. Ничего подобного, никакую дачу я не описывал. Дача это вообще другое. Вы побываете в векопоселении и сравните ощущения с дачами, как небо и земля. Совершенно разные вещи. В векопоселении люди не устают, на даче устают. На даче там всякие невежественные музыку включают соседи. Векопоселения этого и в помине нет. Там собаки лают, в векопоселении этого нет. На дачах там мало земли, там биополя соседи очень близко друг к другу находятся. Ты не чувствуешь уединения с собой, потому что твое биополе восьмиметровое перекрывается иногда с биополем соседа. А он там уже пьяненький ходит. Совершенно другие состояния. В векопоселении такого нет. Там, во-первых, никто не пьет, не курит и здоровый образ жизни идет. В-третьих, там биополя обычно не пересекаются, потому что там у каждого гектара земли. И много других различий. Так что не путайте дачу, село, деревню, поселение. Совершенно разные ощущения жизни и образ жизни. Совершенно там как небо и земля. Ты живешь и расцветаешь. На даче там ты расцветаешь, когда соседи тихо себя ведут. И желательно их нет. Тогда расцветаешь, да. А там каждый день, каждую минуту еще просыпаешься с большой улыбкой, как можно раньше, чтобы встретить рассвет. Потому что ты замотивирован вставать. Ты хочешь жить. Ты хочешь творить. Ты хочешь посадить что-нибудь новое. Ты хочешь экспериментировать на своем участке, не боясь ни мнения соседа, ни каких-то там служб. На даче там обычно смотрят, в деревне особенно. Там люди друг за другом смотрят, что ты там посадил, ну-ка, что-то там взрастил. Ну, мы как бы привыкли. Я лично не обращаю на это внимание практически. Ненормально. Но, вообще-то, к городскому жителю это прийти-то обычно. В окопоселениях такого вообще нет. Во-первых, там не совсем видно, что участки далеко друг от друга. В смысле, домики друг от друга далеко. В-третьих, там люди совершенно другие собираются. Там просто так человек, как обычно, невежественно не пойдет в окопоселение. Он просто скажет, это какая-то секта. Ну, поэтому я обзываю окопоселение сектами, потому что невежественные люди. Посмотрели и статью написали. А человек пойдет в зрелые, осознанные, которые чувствуют энергию. Ну, разные поселения есть. Немножко они там отличаются все. Но я говорю, от тех, в которых я был, это совершенно другие ощущения, нежели чем дача. Ну, дача, конечно, тоже это... Можно на даче тоже осуществить, как по мне. Я вот... Все у меня ресурсные состояния с детства, с дачи. Дачи у нас там хорошие были в детстве. Просто классные. Спасибо дедушке и бабушке. Все самые лучшие вот энергии, которые я чувствовал когда-либо, были на даче. Несомненно. Дайкой поселений не было. В начале 90-х, в конце 80-х. Не было поселений. Но были дачи. Все... Вот я сейчас медитирую. В первый раз, возникает состояние единения со мной пятилетним. Я был на даче там, медитировал. Тоже такие же ощущения. То есть, я общаюсь с собой пятилетним, только благодаря тому, что я на даче в состояние впадал. Некоторые благодаря единению с природой и стихиями. Ну, то есть, это большая общая тема для разговора. Давайте будем заканчивать. До завтра. Да, если хотите, тоже в WhatsApp можете написать свой какой-то опыт общения с природой. Как это было. Где у вас же все. Все у каждого индивидуально, по-своему. Напишите тоже, если хотите. Или кто-то был в поселениях. Напишите свой опыт тоже. Очень буду благодарен. У каждого же свои тоже ощущения. Своя чувство около. До завтра, дорогие.